всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня наш фильм будет о фикусе то есть будет укоренение и посадка черенков землю и расскажу вам по уходу вот хотела директора вам показать поближе а он не любит у меня на руках сидеть вырывается но это вот мой фикус я вырастила его сама из маленького череночка был маленький совсем но ему конечно уже лет 25 как не больше ну больше скорее всего он у меня сейчас растет в 50 литровом горшке у меня есть видео на канале кому интересно можете зайти посмотреть у меня была такая пересадка очень сложная кое-как его вытащила из старого горшка так как он давно там рос и корнями прям врос в этот горшок ну в общем мы с подругой кое-как его оттуда вытащили и вот он сейчас прям после пересадки ну уже конечно прошло время полгода точно прошло он себя чувствует прекрасно листья растут то есть такой раскидистый но он прям растет у меня кустом там у меня видите получается много я их не убираю как бы не деревом а просто кустиком а это фикус у меня я просто взялась реанимировать дерево ему больше 30 лет просто он таком был плачевном состоянии перелитый был но не мной конечно и вот я его как бы подрезала где-то а пересадила его в другое землю в другую как бы ну вот он вроде себя чувствует хорошо то есть у него не опадают листья но вот я пока я не вижу чтобы росли но вижу по дереву что вроде как все хорошо у него думаю что обрастет со временем у меня еще один фикус растет ну конечно это все один сорт вот этот я вырастила просто перед три переезде обломилась ветка и я ее укоренила и вот она теперь вот такая выросла но мне нравится этот сорт это сорт бенджамина называется он такой неприхотливые абсолютно и он очень декоративно смотрится мне вот очень нравится у него листья вот видите они когда молодые растут и такие светло-зеленые прям эффектно очень смотрится везде очень красиво в общем любое помещение фикус этот конечно будет украшать пусть это будет дом квартира офис или другие какие-то учреждения и вот моей коллекции есть вот такой еще фикус широколистный мне очень нравится вот он у меня растет здесь получается видите сколько вот этот отростель там вот еще отростели развиваются тоже очень декоративно смотрится но он у меня сейчас прям на улице стоит и кстати хорошо очень стал расти в помещении как-то он ленился у меня расти сейчас я вам расскажу про укоренение а чуть позже я расскажу как я ухаживаю за фикусом укореняется фикус очень просто и легко его даже не надо ставить в тепличке вот просто ветку срезать и поставить водичку посмотрите это у меня ветки были срезаны как раз того которые на реанимации вместо я с него срезала веточки и поставила в воду с того момента прошло около месяца даже меньше месяца и вот смотрите я сегодня и буду усадить посмотрите какие корни смотрите все веточки вот три срезала поставила вернее и три веточки дали корни просто стоял на таком найти светлом месте солнце не надо что попадало на такие самые он очень хорошо укореняется у него здесь рост уже пошел жалко мне конечно это все выкидывать и я их посажу просто в дальнейшем я планирую расширение своей оранжереи конечно у меня все будет по-другому и поэтому фикус я уже говорила он очень хорошо украшает любое помещение своей листвой густой и вот знаете очень красиво и эффектно смотрится это растение я выбрала для него вот такие стаканчики потому что потом пересадка будет но пока пусть он порастет из таких вот стаканчика я также приготовила дренаж сейчас я насыплю дренаж конечно лучше делать обязательно в обязательном порядке чтобы не было загнивания корневой системы и грунт грунт я беру вообще абсолютно универсальный здесь вот эти комочки это все разбить и еще можно в принципе сюда добавить и перлит чтобы грунтик был такой знаете более рыхлый ну вот я добавила перлита чтобы земля такая более рыхлая была вот здесь какие комочки есть это конечно надо все разбить но этот я хочу вот так вот просто чтобы не травмировать корешочки я просто так поставлю здесь в нового еще растут корешочки ему пока будет достаточного этого горшочка и все очень просто есть растения которые гораздо сложнее укореняются таких малышей вот он сейчас как днями когда возьмется хорошо за землю его можно устраивать даже нужно устраивать ему душ фикуса это очень любят просто когда большое дерево естественно уже его не унесешь под душ не поставишь а вот такие маленькие конечно купать нужно но ведь еще два у меня два отростка этот маленький но тоже такой славненький он быстро растет принципе вот эту вот можно ну отрежу потом будет у меня фикусовая роща мне кстати очень нравится еще фикус такими варегатными листьями с белым очень тоже красиво смотрится ну и вообще там у фикусов очень много разновидностей всяких а вот этот экземпляр я еще недельку подержу водички видите у него уже корешочки стали проглядывать но все-таки я хочу чтобы он еще постоял водички я ему немножко долью и поставлю а через недельку я его посажу в такой же горшочек и конечно после пересадки я полю немножко и поставлю на окно на светлое место я им тоже устроила душ сверху фикус это очень любит здесь они пока на улице постоят а потом я их занесу а теперь пойдемте я расскажу по уходу как я ухаживаю за своим фикусом вот ничего особенного главное для него это место расположение то есть он предпочитает светлые места без сквозняков он не любит когда сквозняк он может осыпать свою листву или желтей ну да в основном отсыпается и также если нет недостатка света у него тоже может такое быть листопад такой появится поливаю я свое растение ну допустим я вот этот 50 литровом горшке где-то раз в неделю поливаю даже летом то есть я ему даю просохнуть то есть у меня грунт он прям рассыпчатый он не любит когда корням устраивает болото то есть он сразу реагирует а реагирует это в первую очередь у него все сказывается на листву начинает желтеть листва и начинает опадение то есть фикус лучше подсушивать чем чем перелить его я также свое дерево я его опрыскиваю ну тоже наверное раз в неделю где-то я его так опрыскаю и все как бы чтобы пыли не было на листочках потому что пыль все равно есть и я пытаюсь конечно это все водичка смывать иногда я пользуюсь добавляю водичку зеленое мыло это также чтобы от вредителей и он хорошо как бы листья вот эти промываются у него не чистые становятся ну с вредителями у меня как бы на фикусе ничего нет но часто появляется щитовка на фикусе это тоже могу сказать щитовка появляется когда недостаток света и фикус начинает как бы знаете ослабевает его иммунитет и вот на него сразу нападает вот эти всякие вот в первую очередь щитовка ну щитовку я могу сказать ее тоже очень хорошо побороть есть средство такое октара она очень хорошо помогает то есть опрыскать и земельку так немножко тоже пролить вот этой октарой и все но это тоже нужно обработать раза три или где-то вот если ее много то можно конечно и ватным диском им конечно собирать вот эти большие которые а так вроде бы больше никаких вредителей таких особо чтоб на фикусе было я не знаю еще знаете бывает на фикусе вот где листик начинается такие как восковые шарики вот с обратной стороны то есть здесь сильно пугаться не нужно это само растение выделяет но нужно обратить опять же на это значит переувлажнение идет корневой системы либо перепрыскивание кроны то есть это тоже сигнализирует о том что нужно фикус поменьше поливать фикус я как и все свои растения удобряю раз наверное две недели я удобряю удобряю фертика люкс я как-то знаете все растения удобряю одним вот этим удобрением и я бы сказала что фикусу в принципе нравится очень пушистая листвы много значит удобрение ему идет только на пользу так что если у кого еще нет такого растения то обязательно заведитесь а фикус еще самое главное чистить воздух помещение это тоже очень важно увидимся в следующем видео и и и